В праздничный день 9 мая двери Одинцовского историко-краеведческого музея были открыты для гостей. А их в этот день оказалось немало. Для Натальи посещать исторические выставки и экспозиции, узнавать больше о своей стране – одно из любимых занятий. Открытие новой выставки в любимом музее не смогла пропустить. Это уже становится традицией у нас с подругой, что мы посещаем подобные выставки. И Краеведческий музей – это второй всего лишь год, как мы регулярно посещаем. Но хотим это сделать буквально на многие-многие годы. 9 мая и в нашей семье, и вообще очень чтим этот день. И решили его провести именно так. В День Великой Победы посетителям представили обширную экскурсию в новом зале, посвященную обороне Москвы. Лектор, старший научный сотрудник музея Александр Лазукин, настоящий исследователь в этой области, подробно рассказал о каждом экспонате. Именно на нашей земле немцы были остановлены, но и не только на нашей, но и на соседних областях. И отсюда началось советское контрнаступление 5-6 декабря 1941 года. Мы все эти этапы, этих сражений постарались отразить в нашей экспозиции. Благодаря ремонту зал расширился в два раза. Здесь убрали перегородку, и он стал большим и светлым. На самом деле это большое чудо, потому что этот зал стал таким красивым и удобным благодаря друзьям музея. В первую очередь я хочу поблагодарить депутата нашего Одинцовского округа, генерала Солнцева Михаила Викторовича, который принял непосредственное участие и помог нам просто во всем. И, конечно, огромное спасибо нашим волонтерам. Пространство позволило вместить много новых экспонатов. 90% из них – оригиналы, и в этом главная уникальность выставки. У нас есть уникальный смертный медальон с подлинной запиской, пергаментной, участника битвы за Москву, майора Новикова. У нас также выставлена его кожная куртка, его личные вещи также размещены в нашей экспозиции. То есть это вообще не в каждом музее можно такое-то увидеть. Отдельный стенд посвящен героям Одинцовской земли, таким как Люба Новоселова и Алексей Чикин. Здесь расположились экспонаты из фонда музея и частных коллекций. Выставка будет постоянной, поэтому познакомиться с ними и узнать много интересного об обороне Москвы смогут все желающие. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.